10 декабря в дошкольном учебном учреждении Далгопилской Стропской основной школы Центр развития по улице Михаилса 4, в которой завершился проект по повышению энергоэффективности, состоялось обследование объекта представителями Государственного бюро по контролю за строительством. Инспекторы осмотрели всё строение снаружи и изнутри и дали свои комментарии по ряду вопросов. Сегодня этот объект осмотрели инспекторы Государственного бюро по контролю за строительством, которые вскоре дадут своё заключение о готовности введения его в эксплуатацию. В ходе проверки были установлены разные мелкие недочёты, которые строителям нужно устранить за назначенное время. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию до конца этого года. В рамках проекта энергоэффективности, реализованного при софинансировании фонда ИРАФ, был утеплён фасад, цокольный этаж, крыша, заменены окна и двери, система вентиляции и реконструирована система теплоснабжения. Проведён внутренний ремонт помещений, благоустроена территория и обеспечено удобное передвижение детей с особыми потребностями. До недавнего времени детский сад функционировал параллельно со строительными работами, которые оставалось доделать вне помещений. Однако введённый карантин заставил воспитателей и детей остаться дома. Теперь, по завершению необходимого срока, 54 ребёнка смогут вернуться в уютные помещения. Приятным является и тот факт, что благодаря проекту преобразилось здание, в котором в конце 19 века родился выдающийся актёр театра с мировым именем Соломон Михайлс. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга в Долгопелской городской думе.